Александр Демьянов проявил себя как разведчик без страха и упрека, однако корни имел неблагонадежное. Родился он в Калуге 19 октября 1910 года в семье потомственного казака и дворянки, а принадлежность к таким сословиям в постреволюционной России сама по себе тянула на состав преступления. Его отец Петр Демьянов, носивший погоны Исаула, служил в царской армии и скончался от ранений, полученных на полях Первой мировой войны. Мать Марии Кульнева была известна в столичном высшем свете. Родовое поместье семьи располагалось в Тамане, где Александр в детстве проводил немало времени. Там же стоял памятник его прадеду, полковнику Черноморского казачьего войска Антону Головатому. Революция и гражданская война перевернули все с ног на голову. Овдовевшая Мария Николаевна в одиночку воспитывала сына, который, однако, не доставлял ей забот, прилежно учился, был сдержан и хорошо воспитан, проявлял способности к языкам. Сама она, будучи выпускницей бестужевских курсов, преподавала в женской гимназии, а затем стала заведовать школой. Демьянов работал электромонтером и учился на инженера, но из института его отчислили ввиду социальной чуждости. Его даже арестовывали за антисоветские настроения, но Александр режим не возненавидел. Наоборот, во время ареста юноша попал под вербовку АКПУ и начал негласно с ним сотрудничать. В середине 1930-х в АКПУ стали докладывать о всплеске про фашистских настроений в столичных интеллигентских кругах, где было немало лиц, пораженных в правах советской властью. Чтобы не допустить распространения вредоносных идей, ЧК занялась развитием широкой агентурной сети, куда вошел и Демьянов. Сначала Александр стал своим среди московской богемы, а затем обратил на себя внимание Абвера, где сына офицера царской армии посчитали перспективным агентом для долговременного сотрудничества. Немецкая разведка не подозревала, что Демьянов – шпион, который фигурирует в тайных списках НКВД под псевдонимом Гейна. Немцы дали агенту собственное кодовое имя – Фламинго, и с тех пор началась долгая игра, из которой Демьянову удалось выйти победителем. Чтобы втереться в доверие к немцам, Александру пришлось идти с поднятыми руками за линию фронта и убеждать фашистов, что он идейный враг кровавого советского режима, против которого хочет сражаться на их стороне. Проверяя на прочность, его едва не расстреляли, однако позднее сделали резидентом немецкой разведки. По заданию Абвера, Фламинго должен был внедриться в НКВД и поставлять оттуда стратегически важную информацию. Демьянов без проблем внедрился, и немецкая разведка стала получать от него ту информацию, которая была выгодна советскому командованию. Помимо этого, он курировал деятельность мнимого антисоветского подполья, которое немцы с энтузиазмом спонсировали оружием и деньгами, уходящими прямиком в НКВД, радиоигры становились стратегически важным элементом военных действий, где дезинформирование врага превращалось в мощное оружие, влияющее на ход сражений. Например, в ноябрьской радиограмме 1942 года Демьянов предупредил фашистов о запланированном ударе под Ржевом, чтобы отвести внимание от готовящейся операции под Сталинградом. Летом 1944 контрразведчик участвовал в операции «Березина», возглавляемой начальником 4-го управления НКВД Павлом Судоплатовым. Демьянову нужно было убедить гитлеровское командование, что в белорусских лесах дислоцируется крупная немецкая часть, попавшая в окружение. План удался, поскольку доверие Абвера к Фламинго было полным. В итоге до конца войны немцы посылали помощь в виде денег, продуктов и оружия своим пострадавшим братьям, выдуманным советской разведкой. В середине 1930-х годов Демьянов получил задание стать своим в кругу столичной богемы, обзавестись полезными связями и параллельно собирать нужную для разведки информацию. Обаятельный, общительный, говорящий на нескольких языках, он отлично вписался в новый круг. Александр служил инженером на Мосфильме, где и устроил личную жизнь, познакомившись с Татьяной Березанцеевой, дочерью известного московского врача-психоневролога, которая в ту пору работала ассистенткой у режиссера Михаила Рома. Девушка стала женой Демьянова и его верной соратницей. Так же, как муж и отец, Татьяна сотрудничала с советской разведкой и даже получила за многолетнюю работу медаль за боевые заслуги. Жизнь подкидывала Александру Петровичу немало опасных испытаний. Смерть могла найти его на минном поле, в тылу врага или среди своих же братьев по оружию. Однако умер агент НКВД в мирное время, когда главные опасности были позади. На послевоенном этапе биографии он возглавлял технический отдел звукозаписи Союзмультфильма, а также сотрудничал с главкенопрокатом как старший инженер техотдела. Не стало Демьянова 6 октября 1975 года. По словам жены, причиной смерти стало натруженное сердце. Могила разведчика находится на Московском Веденском. Субтитры создавал DimaTorzok